Начало 2021 масштабе страны это старт новой пятилетки. Во главе угла экономика здесь и поиск драйверов роста и создание высокотехнологичных производств. Также в центре внимания человек и семья, доходы, жилье, социальные гарантии. Если коротко и ясно, то главный вопрос, как и на что будем жить дальше. Чтобы двигаться дальше, нужно оглянуться немного назад и понять, с какими показателями Беларусь вошла в новую пятилетку. Главное достижение это сохранение безопасности независимости государства, рост уровня жизни населения. Например, если говорить про соцнаправленность, сразу на ум приходит понятие семейный капитал. Отныне его можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий, получение образования. И по мнению многих экспертов, именно сохранение социальных благ граждан – приоритетная задача для государства. На мой взгляд, граждане это ценят, это нужно, это выгодно отличает наше государство от многих других, в том числе соседних. Поэтому закладывать уровень определенной социальной гарантированности со стороны государства гражданам очень важно. Далее у нас на пороге технологическое серьезное перевооружение. Нужно это учитывать, кооперироваться с государствами дружественными, которые могут давать нам технологии. Прежде всего Китай, Российская Федерация, для того, чтобы не отстать в гонке экономической, которая грядет сейчас. Как ни крути, экономика затрагивает все сферы деятельности человека. Поэтому в пресс-центре профильного ведомства руководители министерств, от которых напрямую зависит жизнь людей. Это стартап большого цикла мероприятий 2021-го. На противоположном фланге журналисты. Здесь без новшеств не обошлось на презентации не только республиканской, но и региональной СМИ. В объективе камер программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Особое внимание в программе, в основных положениях программы уделяется регионам. Именно поэтому сегодня мы пригласили представителей всех регионов страны, а также крупных городов Республики Беларусь. Сегодня же здесь и присутствуют отраслевые здания. Потому как, как вы видите, особое внимание уделяется здравоохранению, культуре, развитию науки, в общем, всему социальному блоку. В разработке документа принимали участие экономисты и эксперты-бизнесмены. Согласно ему, ВВП Беларуси за пять лет должен вырасти на 21,5%. Реальные доходы людей на 20%. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич предложила в качестве социального стандарта для беларусов закрепить термин «многодетная семья». Без поддержки государства здесь, конечно, не обойдется. Руководитель ведомства рассказала, что прорабатывается вариант распространения семейного капитала на рождение второго ребенка. Посуждение программы так широко, с привлечением экспертов, медийного сообщества, началось за несколько недель до Всебелорусского народного собрания. И очень важно, что это проект. То есть в него еще с участием общества граждан могут быть внесены определенные изменения. Только после этого Всебелорусскому народному собранию программа будет утверждена. Что касается занятости населения в экономике, то государство ставит перед собой задачу на новую пятилетку. Уровень безработицы не более 4,2%. В прогнозах повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Объем экспорта должен достичь отметки в 50 миллиардов долларов. Сюда же отнесем и социальную направленность развития систем образования, здравоохранения, в вопросах демографической безопасности и молодежной политики. В то же время эксперты отмечают, необходимо стабилизировать политику внутри страны. Тогда и экономика станет дышать свободнее. Нам нужно в каком-то смысле сосредотачиваться, потому что мир сейчас делится на пан-регионы. Скорее всего, ухудшаться будут политические отношения, по крайней мере, с западными государствами. Поэтому нужно ориентироваться на те дружественные и партнерские страны, с которыми у нас всегда были хорошие отношения. Не забывая при этом, что мы миролюбивое дружественное государство, но отвечать на какие-то упреки мы должны тоже симметрично. Поэтому, учитывая конъюнктуру внешнюю и внутреннюю, потребность внутренних граждан в поддержке государственной, нужно выстраивать свои программы, планы и планировать пятилетку. Напомним, Всебелорусское собрание состоится в Минске 11-12 февраля. Оно станет шестым по счету в истории суверенной Беларуси. На нем будут подведены итоги пятилетки, о достижениях и о том, что не получилось. Также делегаты утвердят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.